Музыка 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 Звучит музыка И записали. Таратин, да? Таратин. Мы распугали всех колесностей. Ну и в Великой так же. Да, да. В 1993 году был побудован наш музей, вы же знаете. Ну так я открываю, да? Да, я же тогда не работала. В 1993 году. А мне говорят, в стороне. Да нет, на 100 годах Максим говорит, что 100 годах было. Да. Так. Это вздымки батьков. Вот, бачите. Ивана Кузьмича и Ефросини Михайловна Горецких. Ну, як я уже казал, они были селянинами от Малой Багатьковцы, Весы Невеликой. Иван, потом Максим, потом Парфир, потом Гаврила и Ганна. Это застались. Вот. Вот. А иншим трое померли. Те малыми и те при родах. Максим Горецкий у школу науки пошел у восьмигадовому взрости. У 1903 годзе Максим Горецкий пошел учиться у Вольшанскую церковно-проходскую школу. Вот гэты фотосдымык. У 1908 годзе Максим Горецкий по великому конкурсу поступая учиться у Горо-городское Каморницкое училище. Поздно вечером побег, хоть хочешь сказать мати и бате, что он поступил, что он теперь студент вот этого училища. И 33 километра бег отсюда. Семья жила бедная. Ихотой еще. Да, да. Семья бедная. Увешившая на стипендию. Родина Горецкий, я думаю, тут вот такой момент, что тая группа людей, ну наученцев, значит, городское Каморницкое училище, она описывала «Наша Нива». «Наша Нива» пропагандовала белорусскую мову, так? Она в Вильне выдавалась, «Наша Нива». И молодь, вельми им гнулася, ну як бы, как бы это слово пошло в народ. И они натурально взбиралися, читали эти артикулы. И сам Максим Горецкий став супрацовничать с «Наша Нивой». И треба сказать, что вельми мощное такое уражение робили этот гурток. Ну, я повинен додать еще и сказать, что минавито в конце 19-го года, в начале 20-го года, и почалось так званное «адраджение». Вот, национальная идея з'явилась. Вельми много, как раз, интеллигенций не только в Могилевщине, али кругом свядомые белорусы, и как раз почали вот эту вельми мощную такую плынь, на то, как адрадзить саправдную Беларусь. Вот это с того часу почалось. В этом твороге головное – это мкнение, вот выход из звездки, селянская интеллигента, сказать селянину, что треба думать про свой завтрашний день, треба быть больше активным, треба больше действительным. Вот пишет наповедание в лазни, приходит студент, который учился в высшей научной установке, и смотрит на эту лазню и говорит, «Я не знаю, как люди живут, ну лежишь близко, ну чому не купить дерево и не побудовать людскую лазню? Бо мне же мыться немогчиво, на подлозе холодно, на полку Бог ведет что, и чому люди, чому селянин таки пассивный?» И он понимал, почему пассивный. «Тут нет ни критика селянина, что и он таки…» «Да, это критика, но откуда это?» И вот, когда письменник взялся за распроцовку вот этой темы, в итогу пассивности селянина, да? Она, кажется, еще в давние часы, в пригонном праве. «Разходили жесткие бои с Сходней Пруссией, и Максима Горецкого поранено. И вот это Максим Горецкий находится у шпиталя. Ну и тут треба доказать, что он не просто, або как воевал, а как мая быть, потому что был снагороженным Георгиевским крышком четвертой ступени». «Что такое человек?» То есть Горецкий разгадывал загадку, что такое человек, як истота, як духовная истота. И, разумеете, вот есть такие там моменты, когда вот обстрелы забили того, кто раз в зиме был. И они, скажем, мы со страху кинули его и побегли. Думаю, а что ж мы поможем ему? Мы ж ничем не поможем. Али потом вот сумление заговорило, повага до своего коллеги, с кем он воевал, с кем у холода был в окопах, и они вернулися, забрали его и понесли, как поховать по людскому. Коли вернулся с войны, то зрозумев, что потребны некие политические, громадские рухи, как поплывать на вращение земельного питания и будовинства национальной культуры. И он поверил обецаннему, что земля селянам, в фабрике рабочим, так сказать, вот это. И отсюда это его артикул «Нехай живет коммунистичная Беларусь». Да, да. А уже когда попал, уже, значит, он трапил в Вильню, да, и когда уже трошки задлеглостью увидел, что, как революция, как говорят, революция пожирает своих детей, да, и он увидел эти репрессии, тут началось иначе. Значит, с одного боку, тут так само хитрость такая же была, видать, двудушие на угол, да. Вот их же большевиков. Они приехали и сказали, что вот мы сделаем Беларусь в Межах и так далее. Ну, и за этого боку это всем, верю, было приемно. Они сустрели, ну, с радостью, что будет все же БССР, потому что на огонь не хотели ничего сделать. Хотели как бы это в Россию все передать. Было двойное такое почуте. И Максим Горецкий почал вот эту свою повесть «Две души». Тихо. Ну, наступным этапом життя Максима Горыцкая стала знову Вилья, где працюе выкладчикам на наставницких курсах. Ну, тут требовалось еще, ну, калит не пропустим. Добавьте, калит ласка. Да. Тут так отрывалось, что и он працювал в газете «Звезда». Да, да, да. Супрацовничала газета «Звезда». Он редактор, який был «Кнорин». Усоветесь с тем, что у той час перевели столицу нашей краины в Вильню, и они туда поехали. Только приехали, не поспели еще почать працывать, як польские белополяки захопили Вильню, и вся редакция сбегла, и он пошел глядеть, никого не маникторина, и он застался в Вильню под белополяками. Деваться не было куда. И тогда он поступил наставником в Вильнюскую гимназию. А там працавала и Леонила Остинна Чернявская, которая робила вот такие книжечки «Родный край». Да, да, да. И он пошел и опознаешься, и когда увидел. Леонила Остинна Чернявская что это и она, это на все же все. И так я трималась. И уже про некоторый час, может, прошла, я не веду, кольки, некольки месяцев, и мы вышли и обвенчались, так сказать. Да, это 20-й вот как раз. Вот, а Леонид Горецкий, бачите, это, значит, своей женке присвечает. Ну, и как раз это был 20-й год, вот, это был самый светлый год его, и он был закаханный, вот, бачите, своей женце подарал эту книжечку. И вот в той же истории белорусской литературы, и он берет от Скорыны и далее, с самого початка, что это вот белорусская литература, вон откуда идея, и показывает там и историю нашей краины, и показывает, что она богата культурно, богата литературно. У нас был Скорина. Да, что показывает... Мышляры. Да, показывает гонор великий, вот, выгукая у того же белоруса. И тому, кто прочитал Максима Грецкого и инших классиков, у них возникает правда, что мы белорусы, мы людьми можем зваться, мы не горш инших. Вот и кем мы. За связь с коммунистами его посадили поляки в 22-й блоке. Вот, а я не знаю. А тут его посадили на двор, за связь, что он жил в Польше, в Вильне. Вот за что его. Уже коммунисты его посадили. В 1930-м году, и он был арестован. Да, да. Ну, это ведомая справа Союз вызволения Белоруссии. Тогда забрали подряд, вот по этой справе Союз вызволения 106 человек посадили. И за их 86 присудили до высылки у Тимбельника и Максима Грецкого. Выслали в Вятку на 5 годов. Вот и не бачите, какие бедные. Да, да. Выглядите, вот тут Максим Грецкий, вот он. А тут аппуляции такие. И вот. Но потом трошку очунял, вот такие вот. Это Гулах заветца. Архипулах Гулах. Не даёт привабности счастья. И он сказал, ой, нет. Человек скажет, Лёля, ведай, что давай мы с тобой разведемся, и ты уедешь заховать себе и детей. Потому что, может быть, и вас забрать. Это было скрозь такие выпадки. И она ему отказала, не. Я всё же, как с тобой встала, так и буду до самого конца. И, конечно, самый вот пик тяжкости, это было, безумовно, вот уже в Кирове в Вятце, где он сидел, где працевать ему не давали, писать не давали. И он працевал там чернорабочим, ещё нечем. Працы не было, квартиры не было, семьи не было. Он целый год же жил один там. За ним сочили. Он каждый, там я не ведаю, те-то тыдень, те потом, про месяц, повинен был приходить, отмечаться, что он никуда не избег, а он тут. Это было вельми тяжко. Конечно, он мог бы отмечаться, спокойно жить, мог бы поехать вот тогда в Польшу застаться, как многие застались, а не поехать сюда, чем мы уже казали. Конечно, и потом он мог бы отмечаться всё, а не он был вельми принциповый человек. Это так само было подвижницом. И то, что он свядомо змагался за белорусскую школу в часе оккупации, польской оккупации в Вильнии, и то, как он тут змагался за белорусскую мову, за литературу, иначе бы я не писал бы подручников, допоможников, не выдавал бы хрестоматы, не рабил бы словники перекладные. И наставников не был бы. Да, и наставников. Не поехал бы я он у Сибирь и на далекий исход, как бы не ставил мету поглядеть, как там белорусы, которые застались на жизнь, на постоянное жизнь, как они успремаются, как они заховали свою идентичность, свою мову, культуру. Вот это вельми источнейший момент. Заховаются – нет, потому что боявших, что может быть так, что в своей краине белорус окажется беженцем, ну, то есть чужим человеком. Когда он стратит свою мову, когда он в связи с родными кореньями, это оповедание в одно из таких классичных сумм, стратить, то чекает, что он будет нозбитым белорусской культурой, что культура взбогатит всю светную. Так и чем же она будет взбогатчать, когда она сама захирела и, так сказать, лечь репить? Так, да кто ж такие наши белорусы? Какие рисы характеру белоруса подкресливы Горецки? Костивные, толерантные, процовитые. Процовитые, да. Процовитые. Так, и они за все думают о будущем поколении. Так, уже приклады можете привести. Так, это драматизованная оповесть Антона, да? Ну, давайте вспомним про что. Он то есть задумывался, что он где-то почувствовал, что дети, ну, в чем поколение, если, когда батьки пьют, то они становятся, ну, такими отставами. И он выросил изменить это. Да, идиотами становятся. И он выросил изменить это. И он выросил изменить своих детей. Потому что он был пьяницей, и он и батька, и дед так само были пьяницами. После долгих вагоневых раздумков, он выросил изменить своих детей. Для чего? Для чего такие страшные впечатления? От избавления будущего. От чего? От чего избавить будущего? От такого страшного. От зла, да? От зла, да, да. На полу позбавить будущего от зла. Так, и от себе, так? От пьянства. И от своего же будущего. В 1935 году у Максима Горецкого померла мать Афросиня Михайловна. И Максиму Горецкому не довелось съездить на похороны. Тому, что ему не дозволили. Ну, я не знаю, что она померла. Не, ну, селянская жильщина. И она с погреба, у меня сейчас стягала всякие. И она одной еще потягнула толь великую вторгу с бульбой. И в 1935 году. Да, ну, что же. Как ты так видел нас, что могилка не открываешь? А я как-то там убираю сейчас. Ну, так я сейчас вверх лажу. Убираю. А что мне делать? Сейчас вверх так и лажу. Сказали, его выбирала, выбирала и выбрала. Выбрала. Да. Ну, а ли ничего, он такой был. На все руки майстер. Так что, живи добро, больше нечего. В 1935 году ее на работу тоже выкладывали. Выкладчиком у сельской школы. Ну, добавьте, я не знаю, может, вы что-то добавите. Ну, в 1935 году закончилась его высылка. Да, высылка. И он выросил переехать. Ближе к городу Киров. И переехал. Песочня. Да. Песочня. Поселок Песочня. И он снова перейменивали в Киров. Киров. И отрмался так, что он за одного Киров перейменивали в Киров. И он працевал выкладчиком. Да. Потому что, миновата, в этой в Песочной донос написал Васильев. Так само был там взаиморазом наставник. И он написал, что вот, а ли ти был бы донос, ти не было. Все равно в 1937 году добирали всех, тих, которые были осужены раней. Так что все равно его взяли. Видите, да, уже 8-го студеня. Это значит, можете писать, за месяц до его расстрела. Вот он пишет. Спасибо за передачу. Получил все. Отсылай обратно корзинку и 2 рубашки. Я здоров. Целую. Заботьтесь о себе. Максим. Вот. А пошли. Все. А там его уже расстреляли. В общем, расстреляли его в 1938-м годе, 10-го лютого. Знаете, значит, взяли его в Костричник 37-го, а уже просто некольки месяцев расстреляли. Не дожил 7 дней до 45-ти годов. Я вот не прикинул, кольки он в нормальном ситуации працевал. Больше-меньше нормальный. Это 13 годов всего памятник такой. Это от Вильни, а потом Менск, Горки Менск. Вот это период. А потом он весь час был в неких, то в Турме, то в ГУЛАГе. Значит, наматься у письменник такую тему, якая саправды в весь час новая, в весь час живая, в весь час притягивает чатыча. И это есть творение литературы, якой мы гоноримся, вот и Максимом Горецким. И в ГУЛАГе укладывать его, конечно, в весь дальнейшую литературу. Дякуючи вот таким творам, про которые мы сейчас говорим. Кали письменник умея убачить сутностного человека, ну психологию, его природу, что такое человек, то это живая и притягивает жизнь в общей литературе. И он показывает, мне кажется, вельми выдатную рысу белорусов, что белорусы ины все с гумором великим. И гумор спасе белорусов, это рыса, мне кажется, так само одна из таких национальных рыс белорусов. Спасибо. 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 Спасибо.